доброе утро друзья я хочу пару слов сказать по поводу видео которое на днях делал о том что вот там сравнивалось уровень жизни да и стоит ли стоит ли там из харькова программисту ехать в америку и там как бы речь шла о денежном сравнении то есть как бы все остальные аспекты этого дела оставили стороне вот речь шла просто о деньгах последующее обсуждение она такое живое выявила несколько интересных моментов вот на них я хотел остановиться момент первый у нас люди не знают о существовании привыкли явно не знают уже речь шла о визе h1b значит и виза h1b а там говорят что вот там 65 тысяч там 70 тысяч там на них тяжело выжить в калифорнии в америке они там какие-то очень маленькие деньги а я говорил что человек такой квалификации должен получать тысяч там 150 но во всяком случае но не меньше чем привыкли вы не можете взять чек из на визу h1b привезти в страну и платить ему меньше чем привыкли 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 сегодня если мы говорим вот про ту местность по которой мы едем но уже меньше чем там 1090 даже представить себе сложно то есть не 65 не 70 даже ну речь идти не может привыкли привыкли определяется отдельно для каждой каунти для как графства до района не как как лучше назвать но значит если мы посмотрим на кремниевую долину тут сан-франциско это одна каунти потом на юг мы движемся сан-матео это другая каунти мы с вами сейчас находимся еще немножко на юг это санта-клара каунти на тот берег залива если мы посмотрим значит там у нас будет таламиды каунти там контракоста каунти и так далее достаточно небольшие они по территории то есть я думаю что скажем сан-матео каунти и санта-клара каунти могут даже отличаться там на пару сотен баксов по этому самому привыкли но в кремниевой долине в целом это более-менее так на одном уровне но если вы окажетесь где-нибудь там в глубинке штата айова да или там даже я не знаю но где еще это может быть может может быть дешевле намного скажем если здесь 90 то где-то может быть даже 65 но тут есть тонкость одна там где привыкли на программиста не 90 а 65 там он на эти 65 может жить как миллионер то есть это такие колоссальные деньги что просто даже ну ну уму непостижимо даже если мы сравним например кремниевую долину и сакраменто вот два часа отсюда езды на машине в блумберге был материал там пару месяцев назад и там приводились данные по зарплатам айтишников и сакраменто шел там я не помню там на третьем четвертом в пятерке был по зарплатам айтишников и там было процентов там может быть на 15 дешевле чем вот вот тут где мы с вами находимся географически но стоимость жизни там ну просто несопоставимо я уже не говорю о том что там скажем за 300 тысяч вы купите такой дом как здесь стоит 3 миллиона но даже просто аренда жилья вот допустим квартира которая здесь стоит 3000 вы снимете там за тысячу за 1200 в нормальном месте и так далее то есть намного намного дешевле при том что зарплата чуть чуть ниже но но не не сказочно не вот поэтому мысль о том что вот бодишопы там недоплачивают что они мало плачет господи но он он не может он когда на лейбер сертификат подает он заявляет сумму ее просто просто не дадут ему лейбер сертификат если сумма будет меньше чем там вот что то значит виза или да это другая виза значит и они речи не шло в вопросе поэтому там другая ситуация но мы как бы сейчас на это даже и не смотрим поскольку поскольку возражения идут потому что было сказано значит и так не может там быть шестьдесят пять семьдесят тысяч а если там шестьдесят пять семьдесят тысяч это как здесь 220 вот вот собственно и все следующий момент который ну как бы гадет товарищи не понимают а значит они говорят что вот значит просто так нельзя перейти из компании в компанию если для визе h1b а я сказал что тебе не платят 150 тысяч но иди там самое ну ну перейди в другое место это делается очень быстро комфортно никаких проблем нет начать нельзя просто так уйти потому что вот бодишоп в контракте прописывает что если ты уходишь то ты ему должен там чуть ли не 200 тысяч там или еще что то еще что то а почему не 55 миллионов вот я хочу спросить значит в соединенных штатах а мы находимся в соединенных штатах почти во всех штатах не во всех но почти во всех есть такой закон который говорит что им пламент знаем так у нас это был то есть пожелание работодатель может вас отправить в любую секунду вы можете уйти в любую секунду если вы такой профессионально вежливый человек так вы за две недели дадите значит нотис а если нет так и нет никакого закона такого нет чтобы человека держать рабство давно отменено поэтому вы в контракте можете написать все что угодно юридически контракт который противоречит закону в том месте где он ему противоречит не действителен это психологическое оружие когда ты имеешь дело с человеком который ну грубо говоря не в теме так ты можешь его написать 100 миллионов ну если у него не возникнет вопрос а какой дурак пойдет меня судить на 100 миллионов если у меня и 100 долларов нет вот ну если такой вопрос не возникает допустим короче это абсолютно ерунда но то есть такая ерунда что ну даже неудобно даже не как-то я не знаю вот третий вопрос который там меня тоже потряс тем что он возникает значит говорят а кто сказал что в америке значит там программист может получать там 150 там 200 тысяч вот кто сказал это же еще не известно а вот то что на релокейшн там предлагают 65 это точно я так скажу значит безусловно есть такие программисты которых забанили на интернете так что они уже полностью лишены всякой возможности пойти и посмотреть ну или может быть их даже не забанили но знаете навыка нет такого нет такого навыка вот пойти и посмотреть допустим это это же не то что закрытая информация давайте я я-то это говорю просто потому что я вижу каждый день людей с которыми это происходит я знаю людей которые получают там по 200 тысяч они не 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 то что им там 50 лет или они там phd какой-нибудь имеет компьютер сайенс нет вот такие парни лет 35 значит вот я видел паренька одного я снимал кстати его у нас на канале он приехал даже пару лет назад было сейчас зарплаты растут он приехал поселился в гостинице вот на печке программист ну сколько ему лет 28 29 вот поселился в гостинице у него даже там не было ничего арендован он не знал где он будет жить и за неделю у него было два офера один на 130 и другой до 150 пиечки программист за неделю поэтому ну вот мы видим со всех сторон и конечно еще раз можно можно поселиться в таком мирке понимаете пользоваться информацией высосанной из пальца я бы хочу сказать что из пальца еще не самый плохой вариант между прочим вот и как-то вот так вот понимаете проживать но все мы остальные да которые ну как бы сказать в той же самой информационной среде присутствует значит мой совет такой если вам люди говорят о том что значит пейчван битом значит на 60 тысяч там в кремниевую долину куда-то но не разговаривайте с ними больше значит если они говорят что в контракте там напишут что ты должен там 100 миллионов и ты из-за этого не можешь уйти с места на место перейти будучи на визе h1b ну не разговаривайте с ними больше а там еще на меня нападают да там еще говорят вот он значит зарабатывает на новичках это значит что я чтобы заработать на новичках должен волну эмиграции создать какую-то понимаете вот а мне же не хватает новичков чтобы на них заработать значит я не зарабатываю на новичках и мне не нужно гнать волну эмиграции то есть люди которые у нас учатся они все уже тут без моей помощи абсолютно они это если так рассуждать то получается вся эмиграция стоит на том что я и может быть еще там сколько-то людей значит среди клиентов которых есть новички значит они гонят эмиграции русские врачи создают эмиграцию страховые агенты создают эмиграцию кто там еще риэлторы создают эмиграцию я хочу сказать что вступив на скользкую поверхность даже не знаю как хорошим словом назвать как бы бытия не в теме да вот скользкая поверхность бытия пребывание вне темы вот эта поверхность такая она только ступи и дальше будешь катиться и катиться и катиться и катиться значит для всех остальных из нас значит но надо различать вот надо как бы так знать базовые факты такую элементарную матчасть такой вот я собственно не рассказываю счастливо